Голубцы из молодой капусты. Вкусный домашний рецепт. Дорогие друзья, привет! Наступило лето, самое время делать голубцы из молодой капусты. Я покажу простой, но он же самый вкусный рецепт домашних голубцов. Нам потребуется молодая капуста, фарш, рис, яйцо, лавровый лист, лук, сливочное масло, томатная паста и укроп. Фарш у меня из свинины и говядины. Туда же я добавила луковицу, пропустила через мясорубку, соль, перец и отбила. Сейчас добавлю яйцо и рис. Все, будем это хорошо перемешивать. Уже у меня там есть и специи. Я положила немножко паприки, смесь перцев. Можно добавить, конечно, не добавлять яйцо, а добавить воду. У меня фарш достаточно такой постный, поэтому я яйцо туда добавлю. Будет вкуснее. Добавлю в фарш немножко водички и снова перемешаю. Фарш не был слишком плотным. С молодой капусты легко листики снять и без отваривания. Находим вершину, немножко отделяем. Видим, какой у нас лист. Теперь его надрезаем здесь, в кочерыжке. Легко он снимается. Мы помогаем, конечно, руками. Надо смотреть, чтобы капуста была не просто молодая, но еще не сильно перекручена и рыхлая. Срезаем вот эту вот грубую толстую прожилку. Теперь листья толстым краем опускаем в кастрюлю с кипячей водой. Даем им минутки три так повариться. Верхний край я даже оставляю таким, без воды, потому что нежная капуста. Теперь капусту достаем, перекладываем в дуршлаг. Ближе к толстому краю листика выкладываем форш, заворачиваем конвертом. Получается такой балубец. Голубцы плотно укладываем в кастрюлю швом вниз. Заливаем водой, накрываем крышкой, ставим на огонь, доводим до кипения. На сливочном масле обжариваем в мелко-нарезанную лук. Когда лук позолотился немножко, добавляем томатную пасту. Снова хорошо перемешиваем. Должны обжарить томатную пасту тоже. Так будет вкуснее. Минуты две-три на большом огне непрерывно помешиваем, обжариваем. И здесь надо, чтобы достаточно было масла сливочного, чтобы паста не горела и лук не горела. Когда голубцы закипели, снимаем пенку, добавляем соль. Томатную пасту, обжаренную с луком, хорошо по кастрюле распределяем, чтобы она у нас не лежала комком, а была равномерна. Продолжаем дальше готовить. Убавляем огонь. Сверху я положу небольшой прессик. Накрою крышкой. Оставлю так тушить на полчаса. Через полчаса добавляем лавровый лист, душистый черный перец и стебли петрушки. Потом мы их достанем. А сейчас для аромата они очень даже нам нужны. И вот накрываем снова крышечкой и минут 15 еще потомим до мягкости капусты. Продолжение следует...